Да, спасибо за эту проповедь, за это слово. Вы получили, да? Вооружились? Аминь. Сегодня первое воскресенье февраля нового месяца. Мы плавно переходим к хлебопреломлению, к причастию Евхаристии, кому как нравится. И давайте мы откроем Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 20 стихи. В этом месте описывается последнее общение, последний ужин Иисуса со Своими учениками. Итак, если все нашли, давайте я прочитаю. «И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». Аминь. Итак, в этом отрывке мы видим, как Иисус постановляет делить хлеб и делить вино между своими учениками как символ Нового Завета. Мы с вами знаем, да, что 27 книг Библии, последние 27, они называются как? Новый Завет. На чем он основан? На Новом Завете, на новом договоре с Господом через кровь Иисуса Христа. Здесь также написано, что Иисус оповедует нам творить это в воспоминании о том, что Он сделал для нас. В другом месте написано, что Иисус говорил, по-моему, это Евангелие от Иоанна, могу ошибаться, Иисус говорит своим ученикам, «Если не будете есть тело моего и не будете пить крови моей, то вы не имеете части во Мне». Что написано? Что большая часть учеников от Иисуса ушли. Почему? То есть они не поняли этой составляющей, этого нового посыла, что это значит. По закону Аврааму, что нельзя было делать евреям? Пить кровь. Ни в коем случае. Для них это прям табу. А тут Иисус говорит им, «Если не будете пить крови и есть моего тела, моей плоти, значит, не имейте со мной части». То есть у них вот здесь вот произошел разрыв. Разрыв в том, чему они были научены, в том, в чем они были наставлены, и в том новом учении, которое Иисус преподносил им. Аминь. Аминь. Давайте сейчас будем переходить плавно к церемонии, подготовим наши сердца, чтобы у нас было это осознание, что означает этот хлеб и это вино, что это символ плоти Иисуса Христа, которая страдала на Голговском кресте и символ пролитой драгоценной крови, которая была пролита во искупление наших грехов. Если мы посмотрим, вспомним Ветхий Завет, особенно книги Левит, то там прописаны все жертвы, которые израильский народ должен был приносить через священников и первосвященников. И все жертвы практически связаны с кровью. Я попрошу Александра помочь и пастора Романа раздать сейчас тело Иисуса и кровь Его. И я попрошу подняться членов нашей церкви, кто прошел церемонию водного крещения, чья совесть не обличает, кто считает себя... Спасибо.